Всем привет! Это второй урок в серии про камеру Roblox. Сегодня я расскажу, как управлять объектом камеры, который находится у нас на Workspace. Этот скрипт довольно простой, мы его рассмотрим первым. Итак, обращаюсь к статье «Манипуляция камеры», значит управление камерой. Кроме того, что мы рассмотрели на первом уроке, можно управлять нашей камерой в скрипте. Есть некоторые нюансы. Более подробно я расскажу о уроке, наверное, на четвертом, после того, как мы рассмотрим все скрипты. Здесь, возможно, вы уже на практике все поймете и будете обращаться просто к сайту Roblox, как к документации. Итак, основные свойства нашей камеры – это C-Frame. C-Frame камеры используется для ее позиционирования в вашем плейсе и для движения. У камеры есть свойство «Фокус». Фокус – это такая точка в 3D-пространстве, куда смотрит наша камера. В принципе, мы можем камеру просто поворачивать и не указывать фокус, но с помощью C-Frame. Но если мы так будем делать, то вы, наверное, знаете, что в играх во многих те предметы и те объекты, которые далеко или вне фокуса, они могут рисоваться не очень четко, отбрасывать не очень правильные тени, для того, чтобы у вас быстрее работала игра. Так вот, когда вы поворачиваете свою камеру, кстати, вот этим партом красным я центр обозначаю с координатами 0,0,0 нашего плейса. Так вот, когда я смотрю на какой-то объект, я хочу, чтобы он был более четко виден и эффекты, которые Roblox на него применил, ну, например, там огонь или дым, чтобы они выглядели более хорошо. Так что если вы будете фокус тоже указывать на тот объект, за которым следите, всегда будет все классно и четко. Так, дальше. И следующая еще область видимости, так называется, Field of View. Это насколько широко может камера охватывать, ну, вот мы когда смотрим, наверное, ну, кто знаком с видеорегистраторами или с камерами, ширина обзора, не знаю, как правильно по-русски сказать, сколько градусов от самой камеры можно охватить поле видимости. По умолчанию в Roblox это 70 градусов, но мы можем настраивать, тут написано, от 1 до 120. Интересные эффекты могут получаться. Итак, чтобы управлять камерой из вашего скрипта, мы должны, конечно, мы должны, во-первых, создать локальный скрипт и локальный скрипт разместить в папке Script Player Scripts. Так, вот строчка доступа к нашей камере. Камера. Потом уже обращаемся к свойствам этого объекта. Так, ну и давайте посмотрим, пропуская первые два скрипта, посмотрим вот последний. Он наиболее простой, к тем мы еще вернемся в других уроках. Итак, пример сегодня это вращение вокруг объекта. Камера будет полностью или частично вращаться вокруг объекта, и мы можем поэкспериментировать со всякими настройками. Итак, камера у нас будет вращаться не вокруг координат 0, 0, 0. Мы укажем какое-то смещение, где у нас будет находиться камера, чтобы можно было в игре вашей, например, это изменить. Не обязательно копировать этот скрипт, можно просто взять его за основу или посмотреть, как что здесь работает. Для понимания этого скрипта нужно обязательно понимать, как работает Twin Service. Смотрите мои уроки, их несколько. Ну и по Run Service. Хорошо, что я недавно записал урок. С помощью Twin Service мы будем плавное движение делать, плавный поворот, чтобы у нас ничего не дергалось. То есть, независимо от скорости компьютера, все было плавно, или независимо от скорости планшета или смартфона, на котором будут играть. Run Service позволит запускать обновление позиций и направления камеры в каждый кадр. Так, дальше. Создаем переменный. Target. В переменной Target будет находиться тот объект, ну не то, что вокруг которого мы будем вращаться, а объект, на который мы можем смотреть. То место, вокруг которого мы будем вращаться, находится здесь. Получаем ссылку на объект камеры. А, ну кстати, вот Part R. Вот у меня объект, вот он здесь находится. Все остальные называются Part. И мы будем камерой следить вот за этим объектом. Так, почему здесь написано не Game Workspace? А потому что это совершенно идентично. Можно писать Game.Workspace с большой буквы, либо можно писать Workspace с маленькой. Это совершенно одинаково. Ссылается на один и тот же объект Workspace. Я во многих уроках пишу просто Workspace с маленькой буквы. Так, итак, ссылка будет на тот объект, на который мы смотрим. Ссылка на нашу камеру. Я уже говорил, что, ну и в статье написано, вот она у нас в Workspace, есть камера объект. Выбираем обязательно тип камеры. Заносим туда тип камеры. Он находится в Enam. Чтобы мы не опечатались. Enam Camera Type Script Table. Это позволит управлять камерой из скрипта. Если мы так не сделаем, то камера не будет нас слушаться. Дальше. Фокус. Это на чем будет сосредоточиваться наша камера. Куда будет смотреть. Мы заносим C-фрейм нашего объекта, на который мы будем смотреть. Ну это логично. Так. Rotation Angle. С помощью Twine мы будем вращать нашу камеру от 0 до 360 градусов. Это значит полный поворот камеры. И чтобы хранить этот угол, мы будем в переменной Rotation Angle. Но нам недостаточно просто числа. Вот, например, такого. Потому что просто число мы не сможем менять плавно с помощью Twin Service. На самом деле можно, конечно, написать. Но тогда вы не пользуетесь Twin Service. Пишите сами программу. Ну раз мы пользуемся Twin Service, там в переменную мы создаем объект типа Number Value. Смотрите про типы данных. У меня есть урок в Roblox. Если не понимаете, что это такое. Но это на самом деле простая штука, которую мы можем с помощью плюсика добавить в любые объекты. И уже в предыдущих уроках моих такое мы делали не раз. Так. Это служебная переменная TwinComplete. Она просто говорит о том, закончился Twin или нет. Пока в этой переменной истина будет, мы должны каждый кадрик, каждую отрисовку направлять в нашу камеру в определенную точку. Камера Offset. Где находится наша камера? Мы ее не в центре держим. Мы отодвинулись от этого центра. Смотрите. По X мы отодвинулись на 0 стадов. По Y подняли на 20 стадов вверх. И 12. Это мы 12 стадов отодвинулись. Так, это вот сюда мы, по-моему. Так, где у меня оси? Так. Front. Окей. Мы, значит, где-то вот здесь находимся. Ну и высота 20 стадов. Так, дальше. Rotation Time. Это настроечная переменная. Можно менять значение. За сколько секунд делать полный оборот? Почему полный оборот? Потому что в следующей переменной мы говорим, на сколько поворачиваться. Ну, на 360. От 0 будет до 360 поворот. Можно уменьшить, конечно же. Так. Сколько раз повторить? Кто смотрел урок про Twin Service, знает, что если количество повторов указать минус 1, то Twin Service будет работать бесконечно. Ну, на своих словах, в двух словах объясню, что такое Twin Service делает. Мы ему задаем какое-то конечное значение. И он берет текущее значение. В данном случае у нас вот это вот. Текущее значение, когда мы создали число. Там 0 при создании. Всегда 0. А вот желаемое значение. Желаемое значение у нас здесь находится. 360. И нам Twin Service будет очень плавно, за 15 секунд, каждый кадрик увеличивать, увеличивать, увеличивать значение нашего угла, пока оно не станет 360. И это все будет длиться плавно на протяжении 15 секунд. Слава Twin Service, хорошая, хорошая очень служба. Так, ну это служебная переменная. Нет, это не служебная, тоже настройка. Наклонять ли камеру, нацеливать ли камеру на наш объект, пока мы вращаемся. Вот у нас сейчас false. Давайте еще раз посмотрим, как у нас кармера здесь летает и вращается по нашему place. Видите, она должна смотреть вот на этот, который я сейчас обвожу. Ну, видно, что она не на него смотрит. Она смотрит куда-то, никуда не смотрит, она просто поворачивается. Так, а если мы сейчас здесь делаем true, то камера начнет наклоняться и будет смотреть. Вот она сейчас там где-то вращается по своему кругу и пытается нацелиться на этот объект. Окей. Так, для чего нам нужно это смещение? Мы это смещение будем вращать вокруг точки 0,0,0. Как будто мы чертим, вот смотрите, вот эта точка 0,0,0. У нас есть смещение. Как будто мы чертим циркулем окружность. Мы начинаем его вращать, вращать, вращать. И вот у нас камера примерно так и двигается. Этот offset, это смещение мы можем менять. Давайте сделаем, кстати, повыше. Давайте сделаем, например, 200 стадов. 200 стадов. Но у нас вращение видно, что идет очень маленькое. Окружность я даже сильно разглядеть не могу. Вот видно игрока. Но у нас стоит здесь true. Значит, мы камерой смотрим, нацеливаемся на целевой объект. Целевой объект, как я уже говорил, вот он, part R. Так, давайте сделаем false. Сейчас камера будет смотреть параллельно нашей земле. Видите, ничего не видно. Она по кругу вертится и не смотрит на наш объект. Так, ну сделаем true. Давайте я все-таки опущу немножечко. Так, ты не немножечко. Это настроечные перемены. Это все очень просто. Это для тех, кто не хочет или не может разобраться в скриптах, но хочет использовать вот этот пример у себя. Да, вы это сможете сделать, изменив всего вот несколько значений. В том числе нужно изменить еще на какую часть смотреть. Кстати, никто нам не мешает за игроком следить. Так, вот это функция update camera. Функция сделана для того, чтобы мы не повторяли вот эти несколько строчек кода постоянно, когда мы хотим обновить камеру. Что здесь происходит? Мы получаем сначала повернутый frame. C-frame, вы знаете, что это функция. Если вы смотрели, у меня есть один урок, его может маловато, но тем не менее, там есть про angles. C-frame angles, эта функция создает новый C-frame, который задает направление. И направление у нас задается такое. По X градусов 0, по Y, значит, по вертикальной оси Y мы повернулись на определенный угол, который мы будем задавать и менять. Вначале он у нас 0, а потом будет 360. Будет полный поворот совершать. Ну и по оси Z мы тоже камеру никак не поворачиваем. Кстати, дальше мы заносим этот frame в frame нашей камеры, но при этом мы добавляем к нему смещение. Смотрите, как сделан. Повернутый frame. Вызываем метод, вызываем его функцию. Так как он уже у нас создан, поэтому здесь не через точку, а через двое точек вызываем его функцию. To world space. Здесь мы создаем новый, каждый раз, новый C-frame, в котором находится вот это смещение. Итак, в результате вот этих двух строчек у нас получается как бы поворот радиуса. Ну, помните, я вам говорил, что мы рисуем окружность, и вот такой радиус начинает вращаться. А, ну и причем он не на плоскости, он чуть-чуть повыше, ближе сейчас к нашему зрителю. Помните, мы задавали вот здесь высота, насколько выше, насколько отдалиться от центра. Так, дальше. Дальше мы проверяем нашу служебную переменную, смотреть ли это на цель или нет. Камера это все-таки умный, умный у нас объект. И мы что делаем? Мы в камеру C-frame заносим новый C-frame, ведь мы его создаем. У функции new C-frame есть такой вариант запуска с двумя позициями. Первое, это точка, откуда смотреть и куда смотреть. Ну, направление, как бы, луча. Вот мы задали текущую позицию, которую мы высчитали нашей камерой. А позицию мы вычисляем, так как она у нас движется по кругу. Если мы хотим, чтобы она при движении по кругу еще и повернулась в сторону нашего объекта, вот, мы берем текущую, посчитанную в этих двух строчках позицию, и здесь указываем, на какой объект смотреть. Все. Теперь в наш C-frame уже финальный занесен и положение на плоскости нашей, и угол поворота на нашу, чтобы она наклонилась, например, вниз или вверх, или влево-вправо, повернулась на наш объект, на наш парт R. Так, ну и осталось всего ничего. Например, это вначале мы настраиваем твин, смотрите, урок про твин говорим, и запускаем этот твин. Вот здесь мы его запускаем, вот здесь настройка. Мы можем один раз создать твин-инфо и потом много раз его использовать. Даже в разных твинах. Так, ну тоже это в уроке про твины, посмотрите. В двух словах скажу. Создаем это за сколько совершить акцию, за сколько твин должен одно число до другого переместить, ну как бы сказать, затвинить. Ладно. Дальше. С какой скоростью, точнее с ускорением, ускоряться в начале или замедляться в конце и так далее? Ну у нас стоит линеар, это означает с постоянной скоростью. Ну и в конце тоже линеар, вот эту скорость применить на начало движения и на конец движения. Значит скорость у нас постоянная. И сколько раз повторять вот это движение твининга? Ну в начале мы сколько раз повторять, вот у нас переменная минус один, значит бесконечно будет у нас крутить, крутить, крутить камеру. Так, создали твининфо, теперь мы создадим наш твин, который уже будем запускать. Обращаемся к службе твинсервис, создать, указываем желаемое значение, которое мы хотим получить, указываем твининфо, которую мы здесь получили. Твининфо это за сколько до этого значения мы должны довести. И теперь третий параметр. Здесь может быть несколько перечисленных значений, но в данном случае мы меняем value нашего созданного угла поворота. Вот у нас переменная rotation angle. Мы значение меняем и сам rotation angle. Еще раз говорю, что в этом объекте значение хранится в поле value. Поэтому мы здесь указываем value. Вот, и мы в value указываем rotation degrees. Где у нас rotation degrees? Вот, мы указываем желаемое значение. Так, я немножко заговорился, еще раз говорю. Rotation angle, вот он у нас есть. Но видите, мы здесь value не указываем. Мы просто передаем объект твинингу. Он сам разберется, что в нем менять. А как он разберется? Вот третьим параметром мы как раз и указали. Value должно стать равным вот этому значению. А твинин уже сам разберется. Итак, смотрите урок про твину. Так, ну и здесь добавляем на событие, что когда твин complete, когда твин дойдет до конца, значит пройдет 15 секунд, или сколько вы там зададите, сработает событие твин complete. Мы в переменную нашу служебную занесем твин complete true. На что эта переменная влияет? Она влияет вот на эту функцию. Когда твин complete false, это означает, что твин еще движется, еще он не завершил, тогда мы вызываем нашу служебную функцию. Помните, вот этот update камера. И тогда, пока твин не завершился, мы обновляем, обновляем и обновляем вид нашей камеры, каждый кадр. Вот, кстати, run сервер здесь используется, что на каждом цикле, на каждом кадре фпс мы запускаем вот такую функцию, которая проверяет, закончился твин или нет. Все это работает одновременно, параллельно. Так, ну и давайте попробуем, наверное, чтобы повторило два раза, и не 15 секунд, а допустим 5 секунд. Два раза. Запускаем и смотрим. По 5 секунд. Это первые 5 секунд прошли, и это вторые 5 секунд прошли. И должно остановиться. Так, ребята, что же я... А, все, остановилось. Окей. Так. Ну, надо посмотреть. Вообще-то 3 раза, по-моему, прошло. Окей. Возвращаем, как было. На этом все. Вопросы по уроку я вам могу все пояснить. Здесь довольно простой. Сами, если будете проверять, как работает эта статья, начинайте с третьего скрипта, потому что он проще для понимания. Ну, на этом все. Ставим лайки, подписываемся. Эту серию про камеру я все-таки доведу до конца. Продолжение следует...